Суперкомпенсация и принцип построения тренировок. Узнайте, что такое суперкомпенсация и как с ее помощью настроить свой тренировочный цикл на получение максимальных результатов. Что такое суперкомпенсация? Это фаза, которая является результатом тяжелых тренировок и интенсивного восстановления. Период, когда вы сильнее и крупнее, чем были изначально. То есть по сравнению с исходными функциональными возможностями. На деле это означает набрать серьезную мышечную массу за несколько недель. На каждой тренировке происходит разрушение мышечных волокон, истощение ключевых нутриентов и, конечно, утомление. Это ведет к падению функциональных возможностей. С этой отправной точки ваш организм будет восстанавливаться, увеличивая синтез мышечного протеина для перестройки мышечной ткани, подтягивая вас к исходному уровню так быстро, как только возможно. Если восстановление проходит нормально, наступает период суперкомпенсации, во время которого ваши функциональные возможности превосходят исходный уровень. Это значит, что ваши мышцы растут быстрее, чем раньше. Суперкомпенсация – графики восстановления. Все это происходит от тренировки к тренировке. Но чтобы добиться максимальной гипертрофии, нужно разбить суперкомпенсацию на отдельные фазы, микроциклы. Использование микроциклов для суперкомпенсации. Как правило, микроциклы используются, чтобы приблизить вас к определенной цели. В нашем случае – гипертрофии. Обычно для этого берется 3-4-недельный период, во время которого тренировка повторяется от 3 до 6 раз. Известные примеры микроциклов – немецкий объемный тренинг и тренинг Смолова-младшего. Каждый из этих микроциклов длится 4 недели и преследует четкую цель. Для максимальной суперкомпенсации вам нужно тренироваться на износ, чтобы ваши функциональные возможности временно снижались. Это называется сверхнагрузка. При правильном подходе вы будете чувствовать себя уставшим, ослабленным и, возможно, даже покажетесь себе меньше в конце микроцикла. Ключевой момент – тренироваться до упора. Боль и страдания в тренажерке скоро себя оправдают. Простейший способ добиться сверхнагрузки при работе на гипертрофию – неделя за неделей поднимать тренировочный объем. Это легко сделать раз в неделю, добавляя по одному подходу к каждому упражнению. Таким образом вы будете выталкивать свое тело за границы его возможностей, заставляя его выполнять больше объем работы. Впрочем, в конечном итоге вы дойдете до предела. Организм не сможет справиться с большей нагрузкой и вы почувствуете себя слабым. Это хорошо, это и есть перегрузка. Если вы все сделали правильно, на это уйдет от 3 до 6 недель. Многие люди путают перегрузку с перетренированностью. Общего здесь мало. Если перетренировались, вы постоянно чувствуете себя ослабленным и уставшим. И на полное восстановление уходят месяцы. Правда, я никогда не слышал о пауэрлифтере или бодибилдере, который бы перетренировался. Но я слышал, что это бывает с триатлонистами. Во время перегрузки от перетренированности вас отделяет очень тонкая грань. Как только вы доберетесь до перегрузки, начинается магия. Тренировочный объем автоматически снижается на 50-70%, а интенсивность повышаете на 5%. Например, если вы приседали со 100 кг и делали 5 подходов по 10 на последние недели, в фазе перегрузки следует сократить объем до 2 сетов по 10 и увеличить рабочий вес до 105 кг. Или еще больше. Такая разгрузка продолжается неделю или того меньше. Цель увеличения интенсивности продолжать генерировать тренировочные стимулы, невзирая на резкое сокращение объема, необходимое для восстановления. Из-за графика выше видно, что восстановление – первый шаг суперкомпенсации. На самом деле оно абсолютно необходимо. Если вы хотите быстро докачать мышцы и собрать богатый урожай в каждом мышостроительном микроцикле, а раз восстановление имеет такое значение в фазе суперкомпенсационной разгрузки, если не лишним будет напомнить о некоторых приемах восстановления – сон и питание. Сон и питание – это инь и янь, ваши тренировочные программы. Вы слышали об этом уже миллион раз, а потому напомнить еще один раз точно не навредит. Вот что вам нужно знать о восстановлении в фазе суперкомпенсационной разгрузки. Спите не менее 7 часов каждую ночь. Продолжайте питаться так же, как во время фазы перенапряжения. Например, если вы получали 3500 калорий в виде 40% углеводов, 30% протеина и 30% жиров, вам нужно получать те же 3500 калорий с тем же соотношением макронутриентов в фазе суперкомпенсационной разгрузки. Принимайте рыбий жир каждый день и БЦА между приемами пищи. В заключении я вам скажу, набор мышечной массы – это тщательное планирование и лишь потом действие. Тренируйтесь на пределе возможности. Используйте фазу суперкомпенсационной разгрузки и ваши усилия будут вознаграждены. Наращивайте объем, пока не достигнете перенапряжения. Сокращайте объем на 50-70% на одну неделю. Используйте приемы восстановления. Растите. Пришло время поддаться зависимости, положить руки на холодное железо и сделать перезагрузку. Если у вас появились какие-то вопросы или соображения, оставляйте их в комментариях под этим видео. Непременно обсудим. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok